привет друзья спички моего канала просто зрители вчера приехал вечером с рыбалки и наловил немножко рыбы рыба пойдет это на засолку и солить мы будем ее сухим посолом как видите рыба уже подмерзла у меня зима вовсю ведь что творится погода маленько подпортилась ночью был минус рыба замерзла но это ничего страшно она как такая ведь полуталая полумерзла не суть важно в том что садить мы будем сухим посолом и смотрите буду и все вместе как видите тут есть и лещи есть ези что там есть толстого битр попал короче всякая разная рыбы разнорадится полная чебак ясь лечь у клей кита верхоглядики там небольшие жерех вот есть плоскоголовый все это будет солиться в одной емкости рыба разного размера разных сортов разных видов но солить я буду ее всю одинаково сухим посолом смотрите как все делается очень просто давай честно насыплю тазик и пойдем туда место побольше получше покажу и расскажу почему и как так допустим килограммового леща солить одновременно ну со 150 граммовым изюм непонятно но это приделается это все реально это все просто и будет поверьте вкусно погнали итак друзья смотрите отложил немного рыбы чтобы просто удобнее вам показать здесь у меня рыба пойманная вечером замороженная такая найти она не совсем в камень мерзла примороженная а утрешняя совсем талая солить будем ее одновременно всю и большую и маленькую для этого нам понадобится за солнечная емкость как и сделать видео есть на канале смотрите я вам оставлю ссылочку все просто эту посуду с отверстиями так как посол сухой нам тут-то звук не нужен раньше пользовался противень им необычным из духовки неудобный когда большой объем рыбы все-таки сделать лучше специальный путь язвящий деревянный хлопотно а это вот из двух бачков отлично штука отверстие внизу дальше друзья смотрите укладываем мертвую крупную рыбу на самое одно вещи такие уже за килограмм ну к морской подлещики просто хороший так уложили и засыпаем солью я делаю все на глаз но если вам удобнее пользоваться граммов коми то на 1 килограмм рыбы для сухого посола мы берем 35 граммов крупной соли без добавок соли брать можно быть крупная производитель не важно просто была крупная мелкая соль для засолка рыбы сухим посолом да и вообще досолка рыбы не годится на 1 килограмм рыбы 35 грамм это осенью и весной если мы солью летом когда жара соли нужно больше и рыбу лучше все-таки замораживать предварительно перед засолкой но так как сейчас у меня холодно рыба охлажденная хорошо охлажденная и все это на заметно упрощает дело укладываем ее слоями плашмя и засыпаем солью если делать и на глаз солите примерно в два раза больше чем вы ссорите для того когда вы и жарить и будет все отлично так друзья я уважаю все рыбку вам и покажу должно примерно получится у вас как видите все просто по время засолки сейчас я вам расскажу я есть елец у клей где-то еще есть чебак вот чебак некоторые там знатоки пишут что нельзя вам или нет смотрите друзья чебак есть совершенно разная рыба не отличается как небо и земля так ну все сейчас я укладываю в ящик все это дело и потом покажу как уже получится так друзья смотрите что такой момент лещей там килограмм два-три неважно больших соли мы не потрошим а вот жерех ну вот такого то сколько грамм 350 можно еще солить целиком крупнее там от килограмма рыбу лучше потрошить поэтому мелко себя посолю а крупных на фарш зафигачу некослявые рыба не очень хороший но закоптим пойдет сидим сегов солить мы не будем поедем их сырыми просто замораживаем его еще полниками шевелит и потом я покажу вам где-нибудь ближе к зиме когда начнутся морозы нормальные очень интересный рецепт под маринад соус для сырой рыбы будет вкусно интересно подписывайтесь на канал нажимать его хочет ничего не пропустить большую рыбу кроме лещей до килограмма соли мне потрошенную более крупную можно выпадать либо по пузу либо на пласт по спинке как вам удобно а мелкую до килограмм солим целиком все про соли со все будет хорошо сейчас я смотрю дальше на речь не получается видеть вкладываем слоями и просто присыпаем солькой рыба которая мороженое она оттает все сядет наверно придется в два этапа потому что за раз в бак все в этот не влезет но когда я поставлю гнет она первое прижмется и можно будет доложить ее смотрите до конца все покажу итак друзья запихал маленько не вся вашего рыба но ничего страшного запихал большую часть рыбы в бак ведь получилось примерно все этого так сейчас так как у меня рыба охлажденная скажем да это мороженое какая-то ну в общем-то возьмем средне охлажденная оставляем ее на 8 часов при комнатной температуре день подальше батареи них прихожей поставить но было бы неплохо прям вот как она есть никакой гнет сверху на рыбу мы не ставим на первом этапе а кстати друзья еще важный момент рыбу как я привез с рыбалки я ее никогда не мою воды в ней и так очень много а если еще помоете ее блин будет не очень хорошо далее рыбу как видите я солил не сильно для того чтобы ее в дальнейшем не нужно было вымачивать посмотрел как люди делают но они на разное что делают но засыпают свою рыбу укладывают укладывают свой соли потом опять слой рыбы опять слой соли и так далее некоторые еще и соль милку берут друзья на мой взгляд и нибудь там кто такой правильно на мой взгляд это неправильно это не нужно они воде горяча после засолки их не рыба идеальная по соли я пробовал я знаю рыба получается соленющее соль это не есть полезная штука ничего хорошего мне много соли кушать не нужно поэтому руб соли рыбу по граммам если на глаз не можете рукой определить сколько нужно 35 грамм на килограмм после этой засолки рыбу отмачивать мы не будем она будет отличная но рыбу когда мы посолили нужно дать есть у вас рыба свежая абсолютно то 4 6 часов нужно постоять доедать просто постоять чтобы жидкость которая в рыбе начала выходить наружу и пытаться растворить соль если мы сразу поставим гнет огнет здесь будет стоять довольно таки тяжелый сухого посолу это в том что рыба уже простические вывешивать уже практически сухая обезвоживается что получается когда мы ставим гнет сразу на рыбу просто вода выдавливается а соль крупинки крупные реакция не запустилась еще а соль должна сначала вытянуть влагу в вода вот это что с рыбы вышло растворяет соль а потом начинается эффект космоса соответственно выравнивается поверхность соли жидкости наверху и внутри нос начинает как бы перетекать соленая вода растворяется и начинает узлу клай и начинает равномерно распределяться по все рыбки внутри чтоб сравнить было одинаково поэтому солить мы будем ее так как рыбу нас от разнокалиберная но я думаю дня 45 балконе уже прохладно пять дней будет нормально на засолку большая рыба просолится маленькая не пересолится и еще друзья хочу уточнить маленький момент соленая рыба и просоленная рыба это маленько разные вещи можно сейчас придавить ее которые по через пять-шесть часов не там и завтра уже и вывешивать но рыболов как видите не потрошенная и это значит что пять дней пока она будет солиться желудочный сок будет участвовать процессе ферментации то есть рыба будет менять свой вкус и он будет более вкусный насыщенный осенний чем бак ясь это просто пушка она рыба жирная набор набрала жирок себе и весь жирок этот у нее внутри это жирок у нее весь внутри поэтому солим 5 дней рыба просаливается и ферментируется на выходе будет все это очень вкусно попробуйте сами все поймете так все друзья оставляем это до вечера час у меня два часов 9 10 и вы точно балкон и уже поставлю гнет а утром уже покажу насколько все это дело у меня простяне так друзья вечером поставил на рыбу пол ведра неполное ведро сейчас пошел на любом на и поставил полное пол ведра пол ведра воды ну либо сезона то его ту жук уже пошел вниз туда все она маленько у меня устоялась процессы запустились а теперь уже можно просто избавиться тупо от лишней жидкости первое второе полопаются кишки внутри выдается желудочный сок который будет ферментировать уже нашу рыбку изнутри делать и вкусный все налил полное ведро воды скоб можно поставить еще более тяжелый грудь гнет ну как практика показа 22 ведра вполне хватает все друзья вернемся к этой рыбе через пять дней но должен вам сказать что сейчас у меня видите все зима на улице днем у минус 3 минус 2 ночью минус 5 минус 8 температура уже ниже нуля но еще не сильно она не замерзнет рыба соль не даст ей этого сделать и получается оптимальная вот самый час оптимальная температура такая чтобы получить самый максимально вкусный продукт который можно получить вот это осень именно в это время года я его заготавливаю и это поверьте очень очень вкусно рыбу будет так друзья смотрите вам видно рыба посолилась усадка утреть ушла в усадку там ту звук сейчас покажу более подробно я хочу хотим сказать друзья вот вчера с крайне рыбалка привет соседней вчера никогда была рыба заниматься но здесь у меня еще абсолютно свежая изи ведь какая красота не заморажен не заморожена рыба была визию вот горбушка маленькая рыба называется такая мелочевка так караси это я буду жарить сейчас просто уже некогда заниматься всем этим делом следующее видео сейчас начну снимать вот эту рыбу вот этих вот яськов мелочевку я буду солить сырым посолом какой посол будет проще выбирайте сами для вас какой более приемлемый и сырой и сухой посол очень простые в применении и если вы делаете все по весу ошибок у вас не возникнет так что подписывайтесь друзья на канал на мать и колокольчик и не пропустите вам расскажу как будем солить рыбу сырым посолом вот этих едей осенних жирных вкусных и так друзья прошло шесть дней после того как я посолил рыбу сухим посолом вот состоял ведро тираковская 25 килограмм бьет снимаем бедро убрал вот что у нас получилось рыбка довольно таки стала сплюснутая но вся влага из нее ушла в поддон сейчас эту рыбу я не промывая ничего с ней не делаю как она есть сразу вывешиваю сушилку на вялку сейчас сделал хосилы дырочки на крючки повешу и покажу что получилось получилось вот такая красотища заряется и будет отличная таранта пиво к друзья смотрите всю рыбу вышел сушилку из покажу смотрите что с нее стекло за шесть дней вот столько крови слизи и всякой 5 это маша хмидор пошло чего-то падают и смотрите на свет на свет блестит жир осенняя рыбка очень жирная и очень вкусная будет пойдем покажу как это будет выглядеть сушилась и сейчас так но сушилка вот полная загрузка под завязку сейчас запускаю вентиляцию и первые сутки быстренько обсыхает как всегда а потом просто на балкон ведь так друзья по поводу того как вешать рыбу предыдущее видео было про вяленую камбалу и там я камбалу вешал за брюшко ну про не головы там была была потрошена без голов и просто чик подвешиваю много вопросов почему всегда вешаю за хвост а камбалу вешаю за так место где голова была за шею да грубо говоря смысл вешать рыбу за хвост имеет только в том случае если вы ее вярите не потрошеную для того чтобы желчь горе спешок стекала в голову она будет капать отсюда и это не несъедобно а если рыба потрошенная там заморачиваться не стоит вывешивать и как вам нравится за голову за хвост за бок за все что угодно за хвост вешаем только не потрошенную рыбу всегда потому что горечь желчь все это стекает голову оторвали выбросили основной будет вкусно и жирно и очень аппетитно и думаете все понятно ну чё уже что вернемся где-нибудь дня через 45 сейчас мне уже прохладно мороза по ночам минус минусовая температура для лица варенька дольше будет чем обычно но когда холодно и является рыба она еще вкуснее получается потому что весь жирок остается в ней короче будет думаю вкусно и так друзья продолжаем рыба сухого посола готова она заверилась она у меня сейчас уже выдерживает так как процесс вяления закончился примерно две недели назад и две недели уже рыба просто лежит у меня созревает так сказать а слышно на камеру она не пересушеная но она плотная и очень вкусно пахнет ментин этого изя хорошо и смотрите рыбу солили и лещей в одном вместе и езей и чё тут еще елец все в одной куче солилась и по соль рыба будет вся одинаковая признак того что рыба хорошо завярена как и при хорошо завярена или нет рыба должна хорошо чиститься давайте почистим и возьмем есть я езю езечка открывает начала плавнички самая вкусная часть класс малосольный абсолют так как нужно быть но на мой вкус идеально посоль вкусно да и смотрите сначала отрываем все плавники и очищаем нашу рыбку видите кожа отходит полностью без проблем значит все мы сделали правильно и рыбка получилась как надо смотрите друзья нет цвет у рыбы видите какой стал она практически прозрачная она сейчас не пересушенная в меру сказать мягкая плотно кто-то любит посуши но я люблю вот такую вот чтобы она была чуть-чуть как бы мягковато друзья это изумительно вот наверно я щебок это плотва одна из самых вкусных рыб в вярином виде это просто супер рыба малосольная очень ароматная потому что мы не мыли и солили внутренности это все это убирается внутренности смотреть икра но икра осенние она жировая она еще не сделала но она вкусная конечно жирненькая но мало чай дали они края тварь 4 ктс а когда вы рыбу потрошите это все выбрасывается это очень вкусно друзья по времени сколько вярить сугубо ваши личные вкусовые предпочтения я не люблю когда рыба такая знать которых ну погоди помните где волк в области тела по столу для нашего на маленького ламя но это чисто мой она вот сухая все жидкости не практически потому что под прессом соль все вытянули как должна быть на мой вкус и любите по сушу ради бога сидеть жителей на три-четыре дня дольше у меня солилась о являлась она наверное на около недели любите суши сушить и суши нету глядя осенью у меня уже погода тут неважно было если у вас сухо осень осенью гораздо быстрее все так ну все друзья в общем-то хочу показать рассказывать особо нечего крепко отличная теперь как я ее солю сухим посылом вы знаете контроль у меня результат всегда сто процентов предкосуемый потому что соль беру по весу соли одинаково и результат гарантированно получается одинаковый если солить просто засыпая солью ставлю огнем ставят ставим огнем сверху нужно рыбу отмачивать холодная вода отмачивается дольше теплая вода отмачивается быстрее но рыба там рыхлая мягкая невкусная короче отмачивание это геморрой и это потеря половины вкусы вашей рыбы попробуйте солить по граммам если вам понравится маловато соли просто добавьте на 5 грамм больше на килограмм соли и все будет идеально так что все друзья на этом заканчивать видео всем кому было интересно и полезно ставьте пальцы вверх кому неинтересно бесполезно ставьте пальцы вниз подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик и не пропустите на следующее видео так как у меня уже почти готова рыба туз лучного посола то есть мокрого посола это рыба сухого посола а второй ролик будет про такого же плана рыбу но то звучного посола в звуке она уже почти подвергалась скоро будем пробовать так что друзья нажимайте колокольчик и получить уведомление огромное всем спасибо что смотрели до конца